Познакомиться с достопримечательностями Владимирского края и поделиться своим опытом развития моногородов. Делегация школьников из Кемерово на несколько дней приехала в нашу область. 50 ребят, учащихся 8-х и 10-х классов, побывали в Гороховце, Гусь-Хрустальном и областном центре, где им провели экскурсию по технопарку «Кванториум». Делегация кузбасских школьников приехала во Владимирскую область для того, чтобы встретиться с детьми из моногорода Гороховец, может быть, предложить свои какие-то решения экономических вопросов моногородов, возможно, наладить какие-то дружеские связи и обменяться опытом. В Гороховце школьники из Кемерово провели два дня, где познакомились с городскими достопримечательностями, приняли участие в фольклорной программе «В гости к царю Гороху», встретились с ребятами местного отделения юн-армии. Нам бы очень хотелось развивать моногорода, чтобы в маленьких городах было так же комфортно жить, допустим, как в Москве, в Санкт-Петербурге, в наших столицах. И, конечно же, хочется, чтобы каждый горожанин своего города любил свой город и оставался в нем, чтобы молодые люди не уезжали, а жили, развивались, строили семьи на своей родной земле. Среди предложенных школьниками Владимира и Кемерова идей по развитию моногородов, создание всероссийского эко-квеста, раздельный сбор мусора и очистка родников. Кузбасские ребята, в свою очередь, загорелись идеей перенять у нашей области опыт создания туристического маршрута «Золотое кольцо». Мне очень понравилась архитектура Владимирской области. Она сохранила все традиции старой культуры. А архитектура тут, на самом деле, замечательная. Интересно было посмотреть, как, получается, остались вот эти старинные здания до наших времен, как они сохранились, что они из себя представляют. Потому что в нашей области нет таких зданий, у нас уже как-то более все современное. Впереди гостей Владимирской области ждет встреча с Суздалем. Кемеровские школьники уже пригласили с ответным визитом ребят из нашей области к себе. А что касается технопарка «Кванториум», с идеей создания такого же научного центра дети Кузбасса уже хотят обратиться к местным властям. Екатерина Глазкова, Александр Горшков, Губерния 33. Субтитры создавал DimaTorzok